Всем-всем большой привет! Я рада видеть вас на своем канале. В сегодняшнем видео я хотела бы рассказать о коллекции своей косметики. О декоративной коллекции своей косметики. У меня поступил такой запрос, чтобы я сняла свою коллекцию декоративной косметики. Решила я начать с блесков для губ. То есть сначала все с вами посмотрим для губ, а потом уже будут тени, хайлайтеры и так далее. Сразу скажу, что номера я показывать не буду. Я их просто вам буду говорить сама, чтобы мы не затягивали с вами видео. Всем, кому интересно, я желаю вам приятного просмотра. Наливайте чаек, кофеек, потому что частей будет немало. То есть первая часть это будут блески, а все остальные части это будут уже помады. Ну что, давайте не будем терять времени и приступим уже к просмотру моей коллекции блесков. Сразу еще такой момент. Скажу, что я не считала, сколько у меня количества блесков и помад. Если кому-то интересно, можете, конечно же, посчитать. Поехали. Я все буду показывать в рандомном порядке, то есть не по маркам как стоять, так и буду. Первый блеск, который мне попадается, это от Нинель. Он идет в номере 231. Красивый такой блеск. Я вам покажу оттенок просто. И давайте посмотрим. У него очень удобная кисточка. Я сейчас сижу на кухне и, возможно, так, что будет плоховато видно. То есть будут, как бы, такие засветы. Давайте будем ставить вот сюда, что ли. Это первый блеск. Выглядит он вот так. То есть он такой нежный, розовый. Вот эти блески мне очень нравятся. Они на губах не липкие, они приятные по текстуре, мягкие. Меня полностью устраивает. Девчонки, прошу прощения. Дальше блеск для губ из фикс прайса. Вот такой вот, с черникой. Номера у него, к сожалению, нету. То есть вот он у меня стерся. Но мне оттенок понравился. Я им тоже красила. Так, как бы вам так в камеру было видно, что вообще я крашу. Тоже на губах очень приятный блеск. Очень носибельный оттенок. Ничего никуда не скатывается. Все ровненько, красивенько на губах лежит. То есть мне эти блески нравятся. И вот эти блески я хочу запихать в Project Pen, потому что они у меня достаточно старенькие уже. И я хочу ими пользоваться в Project Pen. Поэтому, девчонки, если у меня в Project Pen такое небольшое лирическое отступление, да, если у меня в Project Pen будут появляться новые-новые блески помады, ну, значит, вот я решила сделать так. Потому что какие-то у меня уже по срокам годности подходят, а какие-то нужно прям вот-вот уже использовать. Поэтому, в общем, вот эти у меня уже старенькие, поэтому я их вот запихала в Project Pen. И нравятся они мне, в общем, довольны я. Следующий тоже будет у меня в Project Pen. Так почему-то я не налепила. Тоже из фикс-прайса, уже с ананасиком. Здесь номер 11. Тоже такой нежный. А он уже как бы такой, знаете, золотисто-коричневый, что ли. Так, вам не видно, да? Ну, кубах, конечно, они держатся недолго. При первом же перекусе их нужно будет обновлять. Вот. Ну, для меня это не страшно. Такие вот три блеска. Следующий блеск от Diamonds, что ли, или Diamonds. Не знаю, как называется серия. В номере 1. Он аж 16-го года. То есть тоже у меня старенький, тоже у меня находится в проекте. В общем, я не понимаю, как называется, называются эти блески, но тоже очень красивые. Давайте посмотрим на него. Ну, здесь как бы цвета он тоже на губах не дает. Ну, такой, как бы блестки такие приятные, которые не ощущаются на губах. Очень приятные тоже в носке. Мне нравится. Вот такой вот нежный оттенок. Я вообще люблю нежные оттенки на губах в плане блесков. То есть прям какие-то сильно яркие я не люблю. Люблю яркие помады, блески нет. Вот даже особо-то и не видно. Видите, там такие блесточки. И он такой нежный-нежный на губах. То есть когда не хочется чего-то яркого, такого сочного, то вот я использую такие блески. Следующий блеск от Vivienne Sabo, если я ничего не путаю. Номер у него 25-й. Это блестки, сплошные блестки. Единственное, что я не помню, вот такая щеточка, ну, как кисточка. Единственное, что я не помню, так как давно его опять-таки не носила, тоже в проект его взяла. Надо, кстати, да, взяла в проект я его, но почему-то не отметила. Очень интересно, почему. Не помню, как ощущаются эти блестки на губах или нет. Вот за это я вам сейчас сказать пока не могу, я не помню. Но смотрится на губах безумно красиво. Это такой, знаете, Новый год. Зима, Новый год, красиво. Следующий блеск, который я вам покажу, также будет от NINEL в номере 28. Тут вот есть номер. Не знаю, я сфокусирую. Да, вот 28-й. Тоже нежный розовый оттенок. Тоже они такие приятные блески, нравится мне, как они ложатся на губы, как они носятся на губах. У меня блески все, например, на губах при первом же, так скажем, при первом перекусе они у меня съедаются. Вот такой блеск, он такой нежный-нежный. Такие вот нежные все оттенки. Так, дальше. Вообще, из блесков, вообще, мой самый любимый оттенок от вот этот. От NINEL в номере 234. Тоже у меня находится в проекте, потому что он у меня в коллекции давно. На губах смотрится тоже красиво. Тоже нежный такой. У него же такой более поярче оттенок. Так, камера у меня что-то сегодня ленится работать. Вот такой он блеск. Следующий тоже нинелевский. Номер у него 24. Это такой, как бы, синеватый-розоватый. Все свои блески, помадки я люблю. Вот тоже он у меня давно и тоже у меня в проект Project Penny находится. Вот такой вот он розовый. Так. Фокус, ты где? Я не знаю, насколько затянутся, девчонки, это видео. У меня в камере не показывает время. Так, дальше. Блеск еще один нинелевский. Уже вот такой. Он с безумно приятным ароматом. Номер у него, давайте посмотрим, какой. Номер 07, вот на крышечке видно. Тоже взяла в проект, потому что давно он у меня в коллекции тоже в моей. Такой нежный, молочный, поросячий оттенок. Барбишный, я бы сказала. Вот. Такой оттенок. У меня девочки дома сыночек, мы болеем, поэтому, если что, не обращайте внимания. Липстик Shine от Stellarine. Блеск для губ в оттенке 01. Изысканный флёр. Покупала в улыбке... Ой, в улыбке ротки. В магнит косметики, в корзине, там, для распродаж, по-моему, что-то типа такого. Кто-то... Ну, это такая небольшая замазка для губ, я бы назвала бы, наверное, больше. Потому что он прям такой, как... Выбеливающий немножко губки, но красивый оттенок такой. Розоватый, но выбеливающий. Дальше от Vivienne Zobo, не менее. Любимая марка. Тоже вот давно он у меня в номере сотом. Тоже в проект его взяла. Потому что вообще, как бы, почему я взяла блески все в проекты, хочется побольше им пользоваться. Потому что я про них забываю. Я вообще блески не люблю. Но сейчас как-то меня проперло на них. Понравилось мне, как они лежат на губах. А вообще я больше люблю, конечно же, помаду. Вот такой он нежненький тоже. Ну, как вы можете видеть, у меня все блески, они, давай, достаточно нежные. От Evelyn, или Evelyn, я не знаю, как правильно читается. Номер 607. Я какие-то заказывала с сайта ozon.ru. Какие-то я заказывала на Wildberries. Что-то я покупала сама. То есть я сейчас уже даже не помню, что и где я покупала. Давайте немножко поднесла им. Вот. Что-то поставим. Вот. Сейчас он у меня находится в косметичке. Дальше. От Bourjois. Вот такой блеск. Тоже любимый. На губах смотрится безумно красиво. Тоже беру в Project Pen. 29-й оттенок. В общем, у меня практически все помады и блески в Project Pen. Ну, потому что действительно уже заказывала давно. Какие-то в 2015 году. Какие-то в 2016. Какие-то в 2017. То есть, жалко, если испортится. Поэтому... Поэтому... Вот. Вот он нежненький такой. Вот. Дальше. Блеск от Maybelline Shine. Тут его тоже вот. Зала его в проект. В номере 110. Это мой любимый оттенок. Я вообще люблю рыжие оттенки. Вот тут я его вам нанесу. Сейчас, девчонки. Будет, наверное, плохо видно, но... Потому что как-то блески у меня всегда забываются в использовании. Как-то помадами я пользуюсь чаще, а блесками нет. И вот мне хочется сейчас их начать носить. Тем более сейчас весна, лето. Чего-то тяжелого на губах не хочется. Хочется чего-то такого легкого. Поэтому вот я решила, что надо блески использовать. Мое недавнее приобретение в 11 оттенке. Это Angelica World. Такой вот оттенок. Покупала я его не так давно. И почему-то он как бы как полный такой пустой. Как будто им пользовались. Ну, я не знаю. Вот, если видите. Хотя он был новый. То есть он был запечатанный, зафольгированный. Но, не знаю. Такой вот оттенок с блестками. Красивый. Ой, мой блеск, который очень красивый, на котором почему-то рука не тянется даже в Project Penny. Это от L'Etoile. Блеск для губ. В 701 оттенке. Он жутко липкий. Но он достаточно стойкий на губах. Очень красивый. Красивый лежит на губах. Но он такой липкий. Все бы в нем было бы хорошо, если бы не его вот эта вот липкость какая-то, да. Не знаю, почему, но не тянется у меня к нему рука. Все-таки взяла я в проект, а рука вот все равно не тянется. Такой оттенок. Следующий блеск от Vivienne Sabo. Тоже такие блестки в номере 41. Что-то у меня весь липкий. Ой, давайте вот сюда нанесем. Это тоже вот под зиму, под Новый год, наверное, для меня больше. Но я могу блески носить как зимой, так и летом. Для меня непринципиально, когда их носить на самом деле. Ой, простите. Упал один блеск. Следующий блеск от Ninelle в номере 25. Тоже очень такой. Он нежный. Это не яркий такой блеск. Давайте будем рисовать, наверное, да? Он не яркий на губах. То есть он вам такого прям сочного оттенка не даст. Но смотрится довольно-таки... У меня все нежно на губах смотрится. Даже если оттенок достаточно ярковатый. Вот такой он. Сливовый, сливовый. Как правильно его назвать? Не знаю. Красивый. Из Фикс... Так, стоять. Из Фикс Прайса блеск Марекка, наверное, так он называется. В номере 10. Очень красивый. Такой золотой. Ну, знаете, это уже под загар, когда кожа немножко загорит у вас. То есть будет смотреться красиво. Он такой коричнево-золотистый какой-то. Очень красиво смотрится. Сейчас я вам попробую его показать. В общем, вот такой. К сожалению, отцвет... Ну, как бы он светло на улице. И всей красоты... Вот, не видно этого блеска, но он красивый. Поэтому... Вот он. Сейчас, если камера сфокусирует, будет вообще замечательно. Да. Ой, мамочки. Да, это мы так будем с вами долго сидеть. Так, ладно, давайте идем к следующему блеску. Потому что, чувствуя, мы будем такой посидеть. Этот блеск сейчас я тоже использую. Это у нас Чонни Нейль в номере 526. Он у меня сейчас находится в косметичке, в проекте тоже Project Pen. Давай, тут, вот, стой. Он плотный. Он на губах лежит очень хорошо. Пришел мой сыночек. Забрал тряпку и ушел. Так, у меня тут блески падают. Вы не обращайте внимания, вот. Короче, я не знаю, в чем дело. Но у меня не хочет камера ничего фокусировать. Так, что ли попробовать. Вот. Вот этот, вот, коричневый оттенок. Ну, вот, розовый рядышком. Так, у меня тут салфетки. Следующая. Следующий блеск тоже Нинелевский. Номер у него 150. Не менее красивый, не менее нежный. Так, давайте я вам вот тут его нанесу. Люблю я эти блески, но вот, говорю, как-то они у меня лежат без моего внимания. А, сами по себе блески-то хорошие. Мама, что получилось? Ну, что же тут? А, вот. Вот этот оттенок. Дальше. Блеск от Мэрилен. Тоже моя новиночка в первом оттенке. Покупала у нас в магазинчике. Из, наверное, больше за дизайн. Ну, и, конечно, цвет мне тоже очень понравился, приглянулся. Поэтому я его купила. Я тоже еще пока не носила на губах, но думаю, что в ближайшее время я его поношу. Ну, попробуем. Камера, мотор, фокус. Или как правильно назвать? Ну, тоже такой розовый. У меня что-то вся вот розовая, розовая, розовая. То есть, несмотря на то, что розовый цвет, я особо не люблю. Дальше. Нинелевская, пома... Нинелевский блеск в номере 26. Вот тут написано. Но камера не сфокусирует, я так чувствую. Вот. Он такой, знаете, как бы немножко в кораллу ходит. Он уже такой, ну, яркий достаточно для блеска. То есть, такой более плотненький. Но тоже мне нравится. Тоже красиво на губах лежит, красиво смотрится. У меня в белую полоску, кстати, ни один блеск не скатывался вот из этих. Но единственный, наверное, который скатывался в белую полоску, мог скататься, это... Сейчас я, мчонки, секунду покажу. Это вот этот вот блеск. Вот. Вот он может скататься в белую полоску. Но, в принципе, не сильно будет видно, но может. Так. Дальше. Моя новинка из фикс прайса, девчонки. Вот такой вот блеск для губ купил не так давно, буквально днях. У него нету оттенка. Вот. Написано, мега объем. Но мне понравился цвет. Давайте посмотрим. Очень приятно пахнет. По цене я не помню, сколько он стоит. Чек у меня не сохранился. И я хочу попасть в фикс прайс еще за такими блесками. Как-то приглянулись они мне. Ой, как он плюхает. Тоже такой красивый оттенок. Я, когда их увидела, я пока взяла только два оттенка. Вот он. Вообще, косметику из фикс прайса беру редко, но бывает. Так. Еще раз покажу вам два вот таких вот блеска. Тоже они у меня будут все в проекте. Ну, вот этот в проекте, вот этот в проекте. В общем, этот у нас с персиком. Номер у него 10. Давайте будем уже вот тут рисовать. Я не знаю, мне хватит руки нарисовать, не хватит. Но блесков у меня тоже немало. Вот он. Так, вот. И еще один блеск такой, только с апельсинчиком. Номер у него 01. И он такой, знаете, розово-персиково-какой-то золотистый. Такой с рыжеватым таким потонным. Как я люблю. Так. Сфокусирует? Нет? Я немножко приболела. Начинается в калхозе утро. И камера у меня не хочет фокусировать ничего. Вот. Вот. Блеск. Дальше. Ладно, не достану. Тоже два блеска вот таких покупала из фикс-прайса. Это номер 23. Тоже носила на губах какой-то из них. Я не помню уже сейчас какой. Но, по-моему, не этот. Так, давайте, наверное, уже будем вот тут. Мне тоже понравился. Он комфортный, он нелипкий, он приятный. Да, я носила не этот, я носила другой. Я вам покажу чуть попозже. Нравится мне, как они лежат на губах. Тоже покупала, кстати, давненько их. Наверное, год или полтора, может быть, два. Тоже надо их использовать. Сейчас я вам покажу следующий такой же блеск, но в другом оттенке. Сейчас я доберусь до него. Вот этим вот я краю с облеском. У него номер 21. Я бы еще таких себе прикупила, потому что все-таки косметика из фикс-прайса уж не такая и ужасная, как кажется. По крайней мере, за 50 рублей можно купить неплохие блески. Помад я у нас не видела в наших магазинах. Блески, пожалуйста. Вот они два. Я красила вот таким, и мне понравилось очень. Дальше блески 2 от Vivienne Sabeau вам покажу. Тоже в проекте. Так, номер 48. Очень красивый оттенок. Я люблю коричневые больше, конечно, оттенки. Но я их люблю на загорелое лицо, когда немножко такой загар уже появляется. И вот эти блески носить. Они смотрятся красиво, как мне кажется. Такой вот блеск. Блин, вот все отсвечивает, конечно, не видно всей красоты. Но на солнышке это все, конечно, переливается здорово. И вот такой рыжий, мой любимый. 52 тон. Ой. У меня тут все капает. То есть кисточка достаточно плотно наносит оттенок. Можно в один слой нанести. Они, кстати, вдвоем очень хорошо смотрятся. Можно и мембры сделать. Вот они. Два красавца. Я тут плююсь блесками. И еще один вот такой блеск. Это уже такая припыленная роза. Или чайная роза. Не знаю. Камера немножко высветляет. На самом деле оттенок не такой светлый, как кажется. Он более такой припыленный. Сейчас немножко с вами подносло им. Рука худенькая, поэтому... Наносится, возможно, не очень хорошо. Но оттенками своих блесков я пока довольна. То есть не все я носила блески. Дальше блеск от кого? От Vivienne Sabo в номере 102. Не менее красивая, не менее интересная у него кисточка. Давайте вот тут нанесем. О, господи, я вижу. Тоже плотный такой в нанесении блеск. Хороший такой плотноватый цвет. Красивый на губах. Ну, в общем... Вообще, марка Vivienne Sabo и Ninel мне нравятся. Но Ninel мне немножко... Если брать Ninel и Vivienne Sabo, то Ninel немного уступает Vivienne Sabo. Не знаю. Ну, по крайней мере, в тенях так это точно для меня. Да что ж ты не хочешь фокусироваться-то, елки? Вот. Дальше блеск от Artvisage в оттенке 204. Тоже такой коричневый. Я думаю, тоже под загар будет неплохо смотреться. Девчонки, если будет сильно затянутое видео, вы уж меня простите. У меня сегодня камера вообще фокусировать не хочет. Но я хочу блески снять в первой части. То есть все показать их вам в одной части. Уж у меня их не сильно много, но и не сильно мало. Вот такой оттенок. Дальше блеск. Я не знаю. Это, по-моему, наверное, сайт от Reluie какой-нибудь. Я не знаю. Сейчас я попробую найти. Я не помню, я этот блеск заказывала или покупала. Номер, наверное, 12-й у этого блеска. Короче, щенки, я не помню, откуда у меня этот блеск. Наверное, я его заказывала. Давайте посмотрим. Красивый тоже. Но не носила еще на губах. Вот. Пока руки до него не дошли. Но мне кажется, я его заказывала на сайте Beloris. Подскажите, если кто-то вспомнил вообще. Если у кого-то есть такой блеск. Вот. Дальше подделка под Буржуа. Но это не Буржуа. Это блеск от компании Milbluk. В номере 06. Ну, сделан, конечно, вы сами понимаете, под что. А оттенок мне понравился. Вот из оттенка я взяла. Так. Тоже такой плотноватенький достаточно оттенок у этого блеска. Люблю я плотную текстуру блеска. Вот не знаю. Вот люблю и хоть вы меня вот стреляйте. Так. Фокус. Ну, давай уже. Хороший издеваться. Я уже так тут закрываю. У меня ребенок в порядке наводит. Ой, мамочки, да что ж такое-то? Вот. Дальше блеск от Evo Mosaic в оттенке 15. Ну, это такое тоже розовое с блестками. Тоже я его еще не носила, но на сводче уже ушло много. Тоже взяла в проект, потому что оттенок красивый. Потихоньку он начал расходоваться. Я даже сама не поняла, как. Пользоваться не пользуюсь, а он расходуется. Ну, давай уже. Ну, это прям такие блестки на розовой базе, так скажем. Розовые блестки на розовой базе. Ясно и понятно. Еще два блеска от NINEL. Вот этот вот начинает потихоньку одушку свою менять, поэтому я его сейчас стараюсь использовать. Номер у него 23. Красивый оттенок, но, к сожалению, стал менять аромат. Этот блеск. Его тоже хорошо под загар. Ну, на загорелую кожу наносить. Когда уже кожа загорит, лицо подзагорит немножко. И вот этот блеск. Вот он. И вот такой розовый в номере 22. Скоро мы с вами до локтя будем рисовать уже. Ну, это тоже такая нежнятина розовая. Камера, мотор, фокус. А фокус у меня сегодня вообще со мной отказывается работать. Дальше блеск, который мне абсолютно не понравился. Нет, по оттенку он красивый. Это Париса. Он подчеркивает все, что можно и все, что нельзя. Из-за этого мне он не понравился. Я его даже хотела кому-нибудь отдать. Либо этот блеск наносить на хорошо проскрабированные губы. Потому что подчеркнет, самого блеска на губах будет не видно. Но все, что он вам подчеркнет и выделит, это будет очень хорошо видно. На самого блеска на губах будет не видно. А заказывала я его на Вайлберрисе. Так, фокус. Ну, давай уже, работай. Вот, то есть оттенок-то сам по себе красивый. Я ничего не хочу сказать. Но он вам подчеркнет все. В общем, не знаю, что я с ним делать буду. Посмотрим. Дальше из фикс-прайса вот такой блеск в номере 04. Понравился он мне, видела, такого вот карандашика. Ой, давайте рисовать. Уже рисовать, правда, становится негде. Мы все равно нарисуем. Тоже он на губах красивый. Он не яркий. То есть никак в упаковке. Девчонки, дико извиняюсь. Под рукой все, поэтому все упало. Да что же у меня с фокусом-то сегодня? Господи! Не хочет он у меня сегодня никак со мной работать. Девчонки, я не знаю, как вам показывать, потому что фокус категорически отказывается со мной вообще не сотрудничать. Я уже не знаю, как. Ладно, давайте следующее. А то сейчас будем тут сидеть до утра. Так, от Белль. В номере 06 суперстойкий блеск для губ. Ну, я бы не назвала его суперстойким. Отличный блеск. Единственное, мне вот эта вот система лопатки или чего-то мне нравится. А так, блеск мне понравился и по оттенку, и в носке, но он не суперстойкий. Не знаю, камера что-нибудь сфокусирует или нет. У меня уже начинает все это вымораживать, если честно. Ну, что-нибудь, ну, буду показывать вот так вот. Я не знаю, нам видно, что-нибудь будет, нет. Ну, невозможно с ним бороться уже. У меня сил нет просто. Следующий Париса. Вот такой оранжевый блеск. Номер 03. Понравился мне по оттенку. Ой, давайте, к чему рисовать-то будем? Вот здесь. Он плотный. Что мне понравилось? Это такая, знаете, неоновая, такая неоновая радость, я бы сказала. Прям такой красивый неоновый оттенок. Вот. Вот, немного сфокусировал. Можно посмотреть оттенки. Красивый. Дальше давайте я вам покажу от Golden Rose. У меня есть 4 блеска. Вроде бы, нет, 5. 5 блесков. Давайте посмотрим. Так, номер 101. Вот такой вот он. Перламутровенький. Красивенький. Нежненький. Короче, все как я люблю. Видно его особо не будет. Сейчас насочено. Давай, закрывайся уже. Вот такой оттенок. Блеск. Вот он на руке. Я не знаю. Оно бы не будет видно. Дальше номер 102. Вот такой оттенок. Уже более темнее, чем предыдущий. Его будет слегка видно. Чуть-чуть. Но он не плотный. То есть он вам такого прям вот оттенка, я думаю, не даст на губах. Тоже будет такой нежный-нежный. Да, и все. И камера перестала фокусировать. Нравится мне это все. Прямо что-нибудь мучение. А не снимание видео. Так, ладно. Давайте следующий нанесу. В номере 108 вот такой оттенок. Давайте я, наверное, как-нибудь вот так вот сфокусирую. Он коричневатый такой. Он уже более плотно наносится. То есть оттенок уже такой плотненький он дает. Вот я какой-то носила. То ли вот этот. Вот этот я носила на губах. Понравился мне оттенок. Как ложится, как носится. Как смотрится. Вот не хочет камера фокусировать. Но вот хоть ты тресни. Ладно. Следующий номер. 113-й вот такой вот. Нежно какой-то такой оранжевый, рыжий. Тоже он дает неплохой, кстати, цвет на губах. Но он как бы такой прозрачненький. То есть прям сильного оттенка вам на губы он не даст. Три-два оттенка. Я не знаю, вам что-то видно, не видно. Но камера вообще не фокусирует у меня. И последний такой ярко-красный оттенок. Номер 122. Он у меня весь истерся. Конечно, упаковка дешевенькая. Он уже такой прям яркий. Ну, такой достаточно ярковатый. На губы еще не наносила. Тоже буду пробовать. Вот он красный. Ну вот. Немножко сфокусировался. Такие, в общем, оттенки. Так, следующий блеск. У меня в номере, не знаю, Мария К. Номер 12. Девочки, прошу прощения. Тенки, прошу прощения, звонил супруг. Значит, вот такой блеск. Господи, куда что-то уже рисовать-то. Тоже он такой... Дает неплохой оттенок. Дальше блеск, который мне понравился по сводчу, но на губах еще не пробовала. Это Ruby Rose Lip Gloss в номере 109. В пятом я хотела таких еще прикупить, но их, к сожалению, я больше не нашла. Тоже плотный, как я люблю. Красивый очень оттенок. Мне понравился. И в нем есть такие, знаете, золотистые блестки. Вот я не знаю, вы сейчас увидите. Ну, вон, видите, немножечко видно. Вот я вам тут покручу. Вот. Я думаю, что на губах будет смотреться красиво. Такой оттенок. Следующий. Париса. Так, показываю неправильно. Так. Номер 35 у него. Он тоже такой, знаете, коричнево-золотистый. Вот я думаю, тоже под загар. Он будет хорошо смотреться. Когда будет немножко лицо загорелым. Вот тут его нанесу. Тоже такой достаточно плотненький. Красивенький. В общем, понравились вот эти мне блески. Так, камера не знает, что опять начинает выкрутазничать. Крутазничать, вот. Дальше блеск от DIVAGE. Люблю я марку DIVAGE. Номер 3201. Так, давайте вот тут нарисую. Тоже такой плотненький. Достаточно у него оттенок. В общем, все мои блески мне нравятся. Но как-то вот забываю я про них. Дальше два блеска есть у меня от RELUI. Вот таких вот два из вот такой серии. Уж очень мне понравился вот этот блеск. Давайте я вам его первым покажу. Это номер 54... Ой, нет. 36 кофейная глазурь. Вот. Он безумно красивый на губах. Понравился мне безумно. Губы, знаете, такие какие-то вкусные, сочные с этим блеском. Вот он такой плотненький, красивый. И вот такой. Это прямо блестки-блестки. Так, ой. Так, у него номер 26 роскошный штрих. Действительно роскошный блеск. Весь такой переливающийся. Вот его я еще пока не пробовала. Не тестировала, но думаю, что он будет не менее красивый своего собрата. Так, сейчас вот. Прям блестки-блестки. Так, дальше блеск от Vivienne Sabo. В номере 35. Вот такой он розовый. Давайте вот здесь будем рисовать уже, наверное. Места, потому что уже особо рисовать нет. Он будет полупрозрачный на губках, как вы уже поняли. То есть особого оттенка вам он... Девчонки, у меня ограничитель вылетел. Ну, посмотрите. Блин. Теперь и не на слоишь. Так, ладно. Сейчас, может быть, я попробую... Нет, ограничитель у меня уже не вставляется, к сожалению. Ну, жалко. Вот он. Сейчас камера сейчас сфокусирует. Вот он. Нежный, нежный, нежный. Дальше. Тоже моя недавняя покупка. Тоже Анжелика Ворд. А, номер 10. Такой вот. Увидела этот цвет. Конечно же, мимо пройти. Ну как? Никак. Давайте вам вот здесь его нанесу. Я уже просто не знаю, куда мне наносить. У меня же рука кончается. Тоже купила, пока не носила. Не пробовала. Еще. Вот он. Так. Сейчас я маленько тут выставлю. Чемки, осталось чуть-чуть прям потерпеть. Так. Дальше. От Мэрлин. Вот такой блеск. В номере 29. Понравился мне по оттенку. Как бы вам так его показать, чтобы вам было видно. То есть, очень многие блески я еще даже, к сожалению, не потаскала на губах. Не поносила, не потестировала. Вот такой оттенок. Дальше. Три блеска от F-Cosmetics, которые мне очень понравились по оттенкам. Вот их три. Ну, давайте будем по очереди их смотреть. Первый в оттенке 04. Такой вот. Crystal Shine, Lip Gloss. Тоже покупала у нас в магазинчике. Носил я на губах один из этих блесков. Красиво. На губах красиво смотрится. Я осталась довольна. Вот он. Нежненький такой. Следующий оттенок номер 09. Он тут уже чуть поплотнее наносится. Оттенок тоже красивый. Вот он. И блеск, который я носила. Вот этот. Это оттенок 12. Он не сильно темный на губах, но смотрится красиво. Красиво. Вот этот оттенок. Вот. Вот они, три рядышком. В общем, рука у меня красивая. Так, дальше. Да, походу видео будет очень длинным. 201 оттенок Artvisage. Ну, это тоже блестки-блестки. Ой, давайте вот здесь, что ли, вам нанесу. Уже не знаю, куда наносить. Тоже будет такой нежный, с розовым перламутром. Вот. Дальше блеск от Кики. В номере 902. Коричневый. Как я люблю. Ой, господи, где же нанести-то уже я не знаю про... Уже рук-то не хватает. Вот этот оттенок. Так, вот он. Опять Camera Balance. Вот. Вот, вот, вот. Так, дальше. Блеск от Merlin. В оттенке 45. То есть, такой тоже... Достаточно красивый. Вот. Я взяла только из-за оттенков. Ну, и мне понравилось еще у них... Оформление. Сейчас я вам тоже покажу его. С такими... Со стразиками, вот. Ну, как... Девочка может пройти мим такого блеска. Вот он у меня на руке. Я не знаю, вам видно, что не видно. Вот. Следующий оттенок, который жутко растекается, это XXL Shine. О, номер у него 37 Miss Watermelon. Боттермелон. Он... Я бы на губах не носила, но по руке он растекается. Давайте вот тут нанесу. По-моему, Лана Светлана такой выкинула блеск. Если я не ошибаюсь, она, по-моему, показывала. Но тоже был такой блеск. Она сказала, что он течет. Вот, так скажем, растекается, и поэтому... Ну, вот видите, он сразу потек. Да, вы ничего не видите, потому что камера фокусировать не собирается. Вот, видите, он сразу все подчеркивает, растекается. То есть, не знаю, будет он у меня в коллекции или нет. Вот такой вот от Мария Ка в 15-м оттенке. Покупала тоже в фикс прайсе. На губах он не яркий. Не ярко-красный, вы не думайте. Такого оттенка на губах у вас не будет. Он будет такого нежного, красноватого оттенка. Но... Полупрозрачного. Но вот такого яркого нет. Если кто-то боится яркого оттенка, то нет. Оно вам такой оттенок не даст. Вот он рядышком. Вот. Следующий блеск от Кики в номере 901. Это розовый. Это розовый. Тоже нежный такой оттенок у него. Рука бледная, не загорелая. Не знаю, камера что-то сфокусирует или нет. В общем, такой оттенок. Я не знаю, видно что-то, нет. Моя новинка. Это Artvisage. В номере 306. Он будет смотреться плотно. Такой плотный блеск. Вообще, я люблю больше, конечно, плотные блески, не полупрозрачные. Все равно какой-то цвет на губках мне нравится, когда есть цвет на губах. Такой красивый оттенок. Так. Дальше. Вот. Бель. Такой блеск. В номере 10. Увлажняющий блеск для губ. Такой вот оттенок. Тоже, к сожалению, пока еще не носила, но оттенок мой любимый. Сейчас нанесу, девчонки. Посмотрите. Он чем-то схож на вот Нинелевский, который я вам показывала. Вот этот оттенок. Осталось совсем чуть-чуть, и камера у меня уже фокусирует. Все. Она и так у меня сегодня балуется. А это вообще не фокусирует. Вот. Дальше. Блеск от Бель. В номере 02. Тоже красивый такой, не менее. Давайте вот тут она нанесу. Тоже он такой полупрозрачный. То есть на губах его особо-то видно не будет. Ну как, будет видно, что блеск у вас, но какого-то оттенка он вам не даст. То есть вот он, просто обычный. Дальше. От Vivienne Sabo. Такой вот. Cream Gloss. Glace, не знаю. Господи. Так, 64-й оттенок. Давайте посмотрим. Посмотрим. Я уже не знаю, честно, куда наносить. Тоже такой плотноватенький цвет. Оттенок дает. Уже. Так. Извиняюсь. Вот он. Вот, красивый. Дальше. От Vivienne Sabo вот такой. У меня есть плеск. Номер не скажу, не знаю. Здесь номера нет. Он вот такой с кисточкой идет. Давай его нанести. Ну, давайте. Он, девчонки, липкий. Вот он, бронжутка, липкий. Красивый, но липкий. Оп. Ну ладно. Будешь давить, будешь. Вот он. Следующий у Труты. Такой красавец. Мимо пройти не смогла. У него номер 22. Мне понравился оттенок, конечно. Ну, как я мимо такого оттенка смогу пройти? Никак. Поэтому. В общем-то, припупила. Вот. Дальше. Блеск, который мне очень понравился. Как и на губах. Он такой плотный. Плотно ложится. Тоже оттенка у него нет. Это у нас Merlin. А, нет. Это Lovell Collection. Какой-то. Очень красивый дизайн. Оформление. Мне тоже понравилось. Но я взяла из-за цвета больше. Нежели чем из-за оформления. Давайте. Тут вам его покажу. То есть сразу видно, что он ложится достаточно плотно. На губки. Вот. Дальше. От Merlin. Вот такой. В номере 26. Тоже мне оттенок понравился. Ой, Господи. Давайте вот тут нанесу рядышком. Тоже моя новиночка. Вот он. И три блеска осталось. От Marika. В номере 19. Покупала, по-моему, тоже из Фикс Прайса. Ай, куда бы вам его. Тоже нежные. Оттенка как такового на губах. Ну, что только нежный. Нежный такой розоватый оттенок. Не фокусирует, к сожалению. От Artvisage. Вот такой сиреневый блеск. Кстати, номер у него 207. Взяла из-за цвета. Вот он на руке. Да, и камера фокусирует. А, вот. И последний блеск, девчонки, наконец-то. Это лавель. В номере... Шестьдесят восьмой. Вот. Так он смотрится. Вот такой оттенок. Ну что, вот это вот были все мои блески. Сейчас вам еще раз так покручу руку, чтобы вы... видели, что у меня в основном такие достаточно... Ну, есть и яркие, есть и нежные оттенки. Ну что, вот такая коллекция блесков у меня получилась. Кому надо, посчитайте. Потом мне в комментариях обязательно напишите. Будет интересно. Ну что, на этом я завершаю первую часть видео, так скажем. Вторая часть будет уже помада. Их будет очень много. Поэтому запасайтесь терпением. Да, потому что моей камере только нужно терпение. И увидимся с вами во второй части с помадами.